Вот такой диагноз наблюдается. Воспаление нижней части правого лёгкого, лёгочная недостаточность, бронхиальная астма, вирусный гепатит. Тут нечего скрывать, любые разговоры здесь излишние. Говоря о разговорах, врач имеет в виду различные слухи вокруг смерти известного адвоката Файзенисову Хидовой, которая скончалась 4 января. Врачи утверждают, что некоторые люди обвиняют их в неправильном лечении адвоката. Всё началось 17 декабря, когда Файзенисову Хидова с жалобой на здоровье пришла в частную худжанскую клинику Наргиз. По словам врачей, адвокат с 2015 года периодически обращалась в клинику, и с тех пор они знали о её положительном гепатит-диагнозе. Правда, эту болезнь она запустила и не лечилась, утверждают врачи. Когда она пришла, я спросил, не лечила ли она свой гепатит, на что она сказала, что нет. Много работы и не обращала на это внимания. Из пневмонии она легла здесь в стационар, а когда её состояние немного улучшилось, резко обострился гепатит. Резкое ухудшение состояния произошло 25 декабря, и по решению врачей, в Ахидову срочно перевели в реанимацию худжанской городской больницы. Врачи этого учреждения считают, что запущенный гепатит с бронхиальной астмой отрицательно сказались на состоянии пациентки. Это повлияло на кровообращение и спровоцировало острую легочно-сердечную недостаточность. Это значит, что независимо от комплексного лечения, состояние больного было тяжёлым. По словам врачей, до 3 января Фанзинисо Вухидова пребывала в реанимации худжанской городской больницы. За день до смерти родственники адвоката решились увезти её из больницы и написали объяснительную. Мы несколько раз уговаривали их оставить её здесь. Такие больные нетранспортабельные. Их состояние ухудшается даже от малейших движений. Несмотря на наши рекомендации, родственники больного отказались. Её сын написал объяснительную и письменно отказался от продолжения лечения в этом учреждении. Фанзинисо Вухидова скончалась 4 января в 2 часа ночи в городской больнице Бабуджангафуровского района. И здесь напрашивается вопрос, почему близкие адвоката решились перевезти её с худжанской больницы в другую. Родственники утверждают, что надеялись на улучшение её состояния в новой больнице.